Всем привет! В эфире программа «Проспорт», которая выходит при поддержке Федерального детского центра «Смена». После непродолжительного творческого отпуска мы вновь будем рассказывать вам, уважаемые любители спорта, о самых заметных спортивных событиях Анапы, а также продолжим изучать приемы самообороны. Итак, поехали! С 9 по 19 сентября в Анапе состоялось самое крупное детско-юношеское спортивное мероприятие из проводимых в нашей стране. Им по праву считаются открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. В этом году они проводились уже в пятый раз. Ксения Платонова попыталась разобраться в огромном многообразии видов восточных единоборств, представленных на играх. Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств – проект, созданный Российским союзом боевых искусств в 2008 году, как мультиспортивная площадка, собирающая огромное количество юных спортсменов со всей России. За пять лет проведения турнира он стал самым массовым по количеству участников. В 2008 – 1200 участников. В этом же году для участия в Анапу приехало более 8 тысяч спортсменов из более чем 60 регионов России. В соревнованиях приняли участие также спортсмены из Украины, Азербайджана, Киргизстана и других государств. В течение недели проходили состязания по более чем трем десяткам видов единоборств. В режиме нон-стоп поединки велись одновременно на 20 татами и двух рингах, что стало рекордом для игр. Многие спортсмены принимают участие в турнире не в первый раз. Они отмечают не только хорошую организацию соревнований и высокий уровень соперников. Вообще шикарно. Классно получается. Учусь чему-то новому. Соревнуюсь с другими. Интересно посмотреть на другие виды Айкидо. Это очень интересно. Соревнования классные. Тут и много других видов спорта, на которые можно посмотреть. Хотел бы сказать всем представителям, всем организаторам этих соревнований спасибо большое. Очень огромное. Победа на столь престижном турнире – это, несомненно, высокое достижение для спортсмена, а также хороший стимул к дальнейшим спортивным победам. Каждый год РСБИ разрабатывает новый дизайн наград. Они уже стали коллекционными, поэтому за них действительно хочется сражаться. Всего на пятых всероссийских играх боевых искусств было разыграно 1200 комплектов наград. Помощник президента России, сопредседатель Российского союза боевых искусств, обладатель пятого дана каратэ Кио Кусинкай, отмечает, что сегодняшний день по боевым искусствам Россия – сильнейшая держава. Поэтому проведение таких соревнований очень важно. Мы правильное решение приняли, что начали проводить именно юношеские игры, помимо взрослых, которые у нас постоянно проводятся. Это первая ступенька. Если человек с юношеского возраста почувствует, что такой спорт, войдет в него, то просто потом будет двигаться по всей жизни со спортом. Это очень важно. Не только для здоровья. Анапа – одно из мест России, где сейчас тепло, где сейчас солнце, море есть рядом. Здесь собираются ребята из самых разных уголков России. Для многих из них даже просто приезд в Анапу на соревнования – это праздник. Почему бы им этот праздник и не сделать? В нашем городе начинает свое развитие молодое для России направление – комбат самооборона. Практикуют этот вид единоборств два надпих клуба. Свои достижения спортсмены уже смогли продемонстрировать на всероссийских юношеских играх боевых искусств. Победы доставались непросто, так как анапчане только начали познавать это боевое направление. Об успехах наших комбатовцев – репортажи Анны Жигаловой. Комбат самооборона – это новый для российского спорта синтез боевых искусств, который начал свое развитие с 2006 года. В его формировании сыграли восточные единоборства – джиу-джитсу, в том числе и бразильское, карате, тэквондо, ушу – различные виды борьбы. С течением времени все эти традиционные виды боевых искусств самообороны слились воедино. За два года развития у нас на сегодняшний день одна из сильнейших по массовости, по количеству. 53 регионы на сегодняшний день в России развивают, региональное отделение развивается. В каждом регионе это множество объединенных клубов по различным видам единоборств. Ну и в принципе в мире мы сегодня одни из самых сильнейших команд, потому что на всех международных турнирах, чемпионатах Европы, мира, кубки, наша команда является, как всегда, лидером. С каждым годом РСБИ расширяет количество видов и стилей боевых искусств, привлекая новых участников. В 2012 году это 8200 человек, из них полторы тысячи – это приверженцы комбат-самообороны. Хотя федерация появилась в нашей стране всего лишь в 2010 году. На сегодняшний день мы уже написали письмо по аккредитации в Минспорте. Надеемся, что нас аккредитуют и этот вид спорта получит популярность в нашей России. Мы просто очень динамично растем, очень динамично растем. У нас уже на соревнованиях от 10 до 20 зарубежных стран участвуют. Мы уже создали всемирную нашу организацию комбат-самообороны, так что мы идем вперед. Подразделения федерации есть уже в 53 регионах. Краснодарский край, конечно, не остался в стороне. В состав сборной Кубани вошли Анапа, Новороссийск, Геленджик, Адлер, Краснодар, Верхняя Баканка, Сочи. Наш город представили два клуба. Это клубы «Будакан» и «Цунами». Вот сейчас будут подводить итоги, какая команда, какая область одна из лучших. Ну, я надеюсь, что Краснодарский край, тем более, как они у нас в гостях, мы покажем отличный результат. На основании этих результатов мы поедем на Кубок мира. Кубок мира будет проходить в Париже, в Десней Лензе. Это тоже, я считаю, очень здорово, когда ребенок себя показал и поехал на такие серьезные соревнования, где можно и показать себя, и отдохнуть. Особая благодарность я хочу сказать про Александра Журавля, нашего депутата. Благодаря ему наш клуб растет, двигается все выше и выше. И вот благодаря ему мы имеем возможность поехать во Францию, в Париж на чемпионат мира и защищать не просто честь Анапы, а честь России и показать отличную технику. Ну, о результатах потом мы, конечно, вам расскажем и покажем. А как в итоге оказалось, результаты сборная Кубани показала высокие. Я могу поздравить команду Краснодарского края, так как она заняла первое общие командное место. Пока любители боевых искусств наблюдали за поединками бесстрашных бойцов на татами, на стадионе «Спартак» тоже развернулась нешуточная борьба между крепкими спортивными парнями с битами. Биты, конечно, использовались в качестве спортинвентаря. Легендарные древнерусские игры снова в Анапе. Десятки мальчишек и девчонок съехались со всех уголков страны для участия в чемпионате России по русской лапте. Для справки, официальным видом спорта лапта стала не так давно. Регулярные соревнования Кубок и Чемпионат России проходят с 1997 года. Хотя история игры насчитывает много веков. Лапта развивает смекалку, мышление, быстроту передвижений и сообразительность. Раньше эту игру в нашей стране использовали даже для подготовки военных. Русская лапта отличается сложными правилами и требует хорошей физической подготовки. Интересно отметить, что среди доступных разновидностей этой игры, помимо мини-лапты, существует пляжная. Более того, в Ульяновской области зародился такой достаточно экзотический вид, как лапта на коньках. Финальные игры чемпионата России по русской лапте уже традиционно проходят в Анапе. В этом году на стадионе встретились сильнейшие. Это 10 мужских и 11 женских команд. Приятно, что чемпионат набирает обороты. Ведь в прошлом году женских сборных было всего 4. Очень здорово, что администрация предоставила центральный стадион города, где проходит наша любимая древняя игра лапта, которая уходит глубоко к корнями. Наши отцы и деды играли. В Великую Отечную войну воины тоже играли в лапту. И традиционно уже порядка 10 лет финальные соревнования проходят в городе-куроте Анапа, потому что для лучших игроков это как подарок попасть в Анапу на бархатный сезон. Поэтому и федерация тоже стремится проводить в эти сроки планапис соревнования. Звание чемпиона России разыгрывалось в течение 5 дней. Финал проходил 16 сентября, где томские девушки сражались со сборной из города Воронежа прошлогодними победителями чемпионата России по русской лапте. В итоге сборная Томска одержала уверенную победу. В мужском поединке лидером стала сборная Оренбургской области. После летних каникул, дабы восстановить боевую готовность, мы снова возвращаемся в Центр боевых искусств «Биодракон», к руководителю этого клуба, армику Болосяну, и просим показать новые приемы армик Зорикович. Что будем изучать далее? Добрый день. Недавно спрашивают, как же сделать так, чтобы не дать себя ударить по ноге, причем в область колена. Хороший вопрос. Есть вариант. Давайте его сейчас рассмотрим. Если вы оказались вот в этой зоне, и соперник бьет вам по впереди стоящей ноге, посмотрите, как это происходит. Что для этого нужно делать? Просто самый обычный первый элемент – это отойти от удара. Бьем. Тогда вы способны будете реагировать на действия следующей – ноги или рук. Второй элемент, когда мы делаем на разворот, подставляя мягкую часть, мышечную часть. И в этом случае мы делаем перехват с подъемом. Это делается очень быстро. Тогда зона ударной техники рук будет очень далеко, а у вас вероятность нанесения удара как сверху ноги, так и снизу будет доступна. Плюс использование удара с ноги, скажем, стоящую ногу или с руки ударом в пар. В этом случае у вашего соперника нет ни одного шанса для того, чтобы потом работать руками. Вы его просто выносите. Сейчас мы это рассмотрим быстро. Армик Зорькович, ну с ударной техникой более-менее понятно. Бывает так, что захватывают руку и пытаются провести прием перелома руки или ноги. Вот, допустим, вот такой прием. Как выйти из этого приема? Хороший прием. Сейчас мы с ассистентом вам это покажем. Очень сложная техника. Очень быстро можно получить перелом. Если вы не знаете, что нужно скинуть соперник с равновесия, при наличии захвата, болевая часть, это сустав кисти. Естественно, он давит ее вниз. Вас сгибает. Вот этого как раз-таки делать не надо. Не надо сгибаться. Не надо подчиняться силе и воле вашего соперника. При наличии нажатия и болевого ощущения вниз, вы просто сделаете шаг вперед. Отведите руки соперника. Классика Айкидо. Чтобы сделать прием, нужно скинуть противник с равновесия. Я это сделал. Развернул кисть. Сделал перехват. Вот жесткий сам. Поймал его кисть и буду контролировать сам. Или брошу на пол своего соперника. Посмотрите, я это буду делать быстро. Ну вот мы показали вам приемы, которые вам интересны. Ответили на ваши вопросы. Задавайте вопросы. Редакция будет ждать ваших вопросов. А мы будем рады вам в этом помочь. Внимательно еще раз посмотреть все приемы можно на нашем сайте. www.anaparegion.ru Напоминаю, что партнер программы про спорт – федеральный детский центр «Смена». Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. И помните, что человек, рассчитывающий обеспечить себе здоровье, пребывая в лене, поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос. Занимайтесь спортом, и вы непременно будете здоровы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»